Ну что ж, пришло время вот, знаете, я о чем тут ездил в Самару, разговаривал с человеком с одним, он мне задал вопрос. Типа, вот если я не хочу ребенка вести вот этот фастфуд всем известный в мире, да, типа я против этого, но я не умею приготовить там картофельные дольки дома, я ему говорю, слушай, как в этом фастфуде я и не собирался готовить, и как бы и не знаю, но я знаю, как сделать их глянцевыми, прикольными, и подать их с соусом. Сегодня я вам расскажу, потому что потребность есть, это не единственный вопрос, вернее, не первый человек, который меня спрашивает, почему бы нам не заморочиться и не сделать как раз видео об этом. Значит, что я делаю? Вначале нужно эти дольки сформировать, ну, то есть взять картошку, например, и порезать так, чтобы, например, если вы решили сделать это немножко быстрее, чем могло бы быть, то, конечно, лучше всего не крупные картошки порезать на три части, на три дольки. Вот, и, соответственно, я их складываю на полотенце. Для того, чтобы пока на срезе есть влага, она впиталась, лишней влаги, чтобы не было. Я не буду их отваривать, как делают многие. Я буду делать так, из-под ножа. Недолго. И чтобы было вкусно. Значит, есть поверье такое, и многие так делают. Обмазывают большим количеством специй, жарят во фритюре. Я без фритюра хочу исключить эту возможность также. Но, и специй... А-а-а-а, Алиса! Ты что, у тебя когти такие острые, ей идти-то колотить? Ты... Я думал, это кот какой-то на меня напал. Это моя собака. Видимо, подстригли ее так. Маникюр ей такой сделали, что я аж чуть не удивился. Итак, если картошечка помельче, значит, режем помельче. Если картошка потолще, наоборот. Если картошка чуть больше, режем помельче. А если картошка маленькая, режем пополам. Что следует знать? Из специи я буду, из пряностей я буду только розмарин сухой использовать. Он продается везде. Вообще, очень простая такая штука. Дольки нужно хорошенько высушить. Можно их накрыть салфеткой. Можно их обвалять полотенцем, бумажкой, еще чем угодно. Главное, нам убрать вот эту лишнюю влагу, которая образуется при разрезе. Картошка должна быть сухая. Можете, кстати, знаете, что сделать? Если вы, например, на вечер запланировали пожарить картошку, нарежьте ее и оставьте между полотенцами на 2-3 часа. Придете потом и будете уже готовить. В общем, как только картофан подсох, ну, более-менее, знаете так, нужно его сложить в чашку, где над ним совершить вот какие действия. Значит, всем интересно, чтобы сама долька, вот этот самый разрез, был знаете, покрыт такой пленкой, блестящей. После запекания, я имею в виду, в готовом виде уже. Эту пленку нужно создать определенным образом. Если возьмем просто сухой картофель, ничем не намазывая, не соля, просто вот так, и отправим в духовку, он у вас весь спечется, но будет светлый такой же, останется. Не будет корочки. Корочку нам дает масло. Далее по плану чеснок. Чеснока не жалейте, все равно на все не хватит. Если будете давить через чеснодавку и давленным чесноком смазывать картофель, он у вас позгорит весь внутри, в печи. Поэтому я предлагаю косвенно использовать чеснок для ароматизации картофеля. Косвенно, косвенно встретим Новый год. Смотрите, раз, пару зубчиков. Конечно, теоретически охота туда прям засунуть целую головку. можно, но я переживаю, что если будет много чеснока, потом при нагревании в квартире будет такой аромат, что все соседи подумают, что вы открыли китайский ресторан. Потому что китайцы, идешь мимо, но в Петербурге много китайских ресторанов, и у меня эти ассоциации именно с городом Петербург. Кто не знает, у меня супруга петербурженская, петербурженка, урожденная. И я там иногда бываю. И вот идешь мимо китайского ресторана, запах такой чесночный. Ой, а я люблю азиаточку. И каждый раз говорю, надо зайти, надо зайти, хочу в ресторан в китайский. Вот, поэтому у меня запах чеснока, аромат чеснока. Значит, смотрите, обильно маслицем поливаем, обильно. Затем соль. Но с солью не торопимся. Так, перчаточку возьмем и перемешиваем. Нам нужно, чтобы каждая картошечка обвалялась в растительном масле. Каждая долька была в растительном масле. Смотрите, они должны быть все блестящие. Блестящие. теперь нужно это все выложить. Выложить ровно, красиво, друг к дружке. Друг к дружке сильно не прижимаем. Хотя бы пару-тройку миллиметров должно оставаться расстояние для того, чтобы горячий воздух охватывал все это. Дольки это такая штука творческая. То, что вы купили где-нибудь в огромном супермаркете замороженное замороженное в смысле сырье, я хотел сказать, а не то, что вы подумали. Там картофель приваривают слегка для того, чтобы с помощью кипятка убрать крахмальный слой. И тогда появляется он становится чешуйчатый. То есть, если вот мы разрезали, сырая картошка, она гладкая. гладкая, как зеркало. Когда вы подвариваете, посмотрите, можете в лупу посмотреть даже, она становится, как бы, знаете, такими рытвинками. Часть крахмала уходит, и потом уже, когда вы его жарите во фритюре, получается, что образуется корка. Точно так же можно делать и картофель фри обычный. Мы сейчас говорим о дольках и о самом продукте, который мы делаем не во фритюре, а в духовке. Итак, главное, чтобы у нас вся картошка была в масле. Понимаете? Это главный успех. Значит, дальше. Убираем перчаточку. Переходим к соли. Теперь нужно солить. Почему делаем сейчас? Потому что, если бы мы посолили и начали бы мешать картофан, начался бы выделяться сок. И масло к мокрому картофелю практически не прилипает. А тут уже масло легло слоем. И можно спокойненько уже наклеить на это масло соль. Так. Супер. Далее по плану у нас розмарин сушеный. Сушеный розмарин это классика. Классика европейской кухни, когда мы используем можно и свежий, кстати, если у вас вдруг завалялся или в магазинах продают свежий. Картошечку, конечно, лучше всего запекать с розмарином, ибо это самое настоящее чудо, чудесное. Нет ничего вкуснее, чем розмарин и картофан. Они созданы друг для друга. Ну и чеснок, мы же русские люди все-таки. Дальше смотрим, где нам не достает. Розмарин чуть-чуть может подгореть. Тут как бы не нужно сильно надеяться на то, что мы получим совершеннейший аромат. Но он даст нам то, что мы от него просим. Далее. Горячим. Но мы не будем, я не буду добавлять ни перец, ни вот эти мелкие приправы, иначе они в первую очередь сгорят. У меня высокая температура вверх-вниз, и у меня решетка стоит выше центра, ближе к верхнему нагревательному элементу. Я хочу, чтобы картофель получал сверху интенсивный нагрев. Я сейчас ставлю на 20 минут, а далее ориентируюсь по обстановке. Если вдруг я понимаю, что мне не хватает жара, я тогда перевожу нагрев конкретно наверх. и все, и тогда начинается уже образование корки. Я надеюсь, что в верхней части я получу то, что планирую. Вот так. Ну, и так как духовки, все бытовые духовки, все, без исключения, греют неравномерно, поэтому нужно будет в процессе, вы можете поглядеть у себя и перевернуть в зависимости от угла. А пока картофан печется, давайте сделаем соус к нему. Ну, а как дольки соуса? Нет, можно, конечно, взять соус, пойти в магазин или еще что-нибудь, но можно сделать самому. Starwind, наш спонсор, ссылка внизу, это магазин бытовой техники, в которой вы можете найти массу всяких гаджетов. я использую кутер. Можно, конечно, использовать блендер, еще что-нибудь тут на ваше усмотрение, можно погружным, но, на мой взгляд, вот это очень удобная штука для производства подобного рода соуса. Соус можно было бы назвать романеско, потому что он делается из печеного перца. Печеный перец, Кстати, я сам не запекал, я в прошлый раз был в магазе и увидел, думаю, ну он стоит копье, ну вот копье, реально, а без всякого геморроя, не надо его запекать, чистить своими руками и так далее. И вот он у меня стоял, стоял, вот пора к картошечке сделать соус перечный. Значит, чили перец должен быть в этом соусе, потому что я люблю острое, и потому что соус должен быть яркий, пряный. Поэтому чили с семенами без тени смущения. Знаю, что есть его половина людей не смогут, но а что делать? А что делать? Чеснок я его оставлю пока. Значит, перцы. Перцы целые, очищенные, внутри нет ничего. Я их так прям накидаю. Только без жижи, которая вот тут есть. Вынимайте, если есть труха, выкидывайте. Водичку сразу не выливайте, вдруг понадобится. Чесночок свежий, не очень охота. Да простят меня мои коллеги. Немножко опалить его хочу, чтобы, знаете, вкус печеного чеснока был. Он, конечно, будет больше паленого, вкус чеснока, но мне нужно, чтобы не было вот этого яркого драконьего привкуса. Значит, дольки сюда я отправляю. Не дольки, а остатки от зубчика. Супчик зубчик. Паприка у меня есть копченая. Если у вас нет, закажите по интернету, пусть вам привезут копченую паприку. Вещь уникальная, будете потом добавлять, вспоминать меня добрым словом. И не говорите, что, мол, типа, что ты там используешь, такие вещи, которых нигде не найти. Она повсюду есть, просто наберите в интернете. Купить копченую паприку. Она есть везде, во всех ресторанах, блин, начиная от Саратова, заканчивая Владивостоком, везде есть эта паприка. Далее, черный перец, ну, вернее, смесь четырех перцев. Обильно. Так, соль. Уксуса. Прям каплю. Ну, три капли, да. Помимо уксуса, каплю соевого соуса, но этот-то ингредиент уже у всех есть. Я его добавляю не для соли, а для вкуса. И чтобы он цвет не испортил, вот, пару столовых ложек. Нам нужен вкус, нам не надо цвет, там, еще что-нибудь. И не забываем, что лучок, можно было бы использовать туда жареный лук. Если вы на даче, возьмите луковицу, запеките ее на костре вместе с перцем. Очистите от горелых там всяких штучек, от шелухи горелой и туда. Вот это будет, конечно, только не нужно добавлять и писать, типа, а я бы сюда еще баклажаны добавил, а я бы еще кабачков сюда, а я бы туда все овощи бы сложил, а потом все запек. Это бы от жаб-сандали получилось, дорогие друзья. Не надо путать, это перечный соус, обычный, просто вот такой базовый. Заговорился и чуть было не забыл, оливковое масло. Оливковое масло нужно здесь. Ну, смотрите, льют здесь примерно так, ну, граммов, наверное, миллилитров 100, наверное. Для того, чтобы в перце много сладости, глюкозы много, и тогда получится эмульсия вместе с маслом. Будет однородный такой слой, ничего нигде отсекаться не будет. Из перца даже делают майонез. Так, скорость, давайте, нам высокая сначала не нужна. Например, если мы остановимся сейчас, то мы получаем перечную сальсу, мелким. Так, это у меня вышло время. Значит, секундочку, глядим, что у меня там, что мы имеем. Нет, еще мало времени прошло. Краешка уже начинает подпекаться, но этого нам не хватает. Так, тогда переставляем на верхний жар. 230 максимальная стоит. Все, минут 7, сейчас 10, она схватится, будет красивой. Возвращаясь к нашей. Смотрите, если бить и недолго, получается такая очень красивая перечная сальса из печеного перца. Божественно пахнет. Это можно использовать с начис или еще где-нибудь. Но, я хочу все-таки сделать такое, ближе к пюре. еще немножко. Вижу, что масло сразу ушло внутрь соуса. соус получается ярко-оранжевого цвета. Теперь время попробовать. что же получилось-то у нас? А? Ложечку, ложечку поварюшку. Опа, на вилочку возьму. Опа, на вилочку. Ну. Шучу. Нормально. Соли не хватает немножко. И пора доставать. А доставать мы будем картошечку. Вот она, смотрите, что произошло с картофаном. А произошло то, что я планировал. Во-первых, типа там чесночок всякий разный подгорел, тут сгорел, его нужно убрать. А вот розмаринчик остался не изгоревший. Даже в тех местах, где подпалилось. При этом, слышите, какая корочка образовалась? Плотная, мощная корочка. Соль есть. Значит, пряности есть. Все позолотилось. Я не стал больше догонять до черноты вот эти краешки, поэтому вынул чуть раньше. Но картофан получился замечательный, ароматный. пушистый. Теперь его в тазик выбрасываем, забрасываем. Отсюда мы и будем есть. Пока горячий. Картошку лучше всего использовать молодую, да, вот с такой тоненькой кожицей. вот это я понимаю. Смотрите, здесь довольно плотная пленка. Видите, она с трудом рвется. а здесь такая хрупкая масса внутри. Он пропеченный такой картофель, мягкий, нежный, рассыпчатый. Видите, белый крахмал, аж появляется. Во! Вот это по-настоящему. Вот это по-настоящему. И соус холодный. Очень подходит, отсужает картофель. А если вы сделаете соус и поставите его в холодильник, перед этим у вас будет яркий контраст. Хочется картошку есть горячей, но рукам держать ее больно. А холодная она будет уже не такая вкусная, поэтому остудите соус и прям вперед и сразу вы должны быть готовы за столом к поеданию из печи. Приятного аппетита! Делайте этот рецепт! Открывайте для себя новые вкусы! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok